Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как складывается обстановка на водных объектах этой весной в плане безопасности? Что изменилось в порядке регистрации судов в соответствии с новым законодательством? Об этом говорим сегодня. В нашей студии старший государственный инспектор группы технического надзора Центра ГИМС МЧС России по Самарской области Евгений Воистинов. Здравствуйте, Евгений Петрович! Давайте начнем с итогов, как ни странно бы это звучало, подведения итогов прошлого года по этому опасному периоду, зимнему, по происшествиям на водных объектах. Потому что в этом году, как я понимаю, итоги подводить еще рано. Ну, хотелось бы сказать, за весь 2016 год, по сравнению с 2015 годом, количество погибших остается в пределах того же уровня. То есть, вот, например, количество погибших в 2016 году 73 человека, из них 6, из этого количества погибших 6 детей. Ну, количество в 2015 году, например, соответствует этому же уровню. То есть, мы сохраняем примерно вот эту статистику, скажем так, с положительной динамикой к снижению, она сохраняется вот в течение нескольких лет. Ну, по этому году пока еще, конечно же, итоги подводить рано. Ну, хотелось бы сказать, что вот за зимний период, за эти несколько первых месяцев 2017 года, ну, цифры выглядят более лучше, чем в начале 2016 года. Количество погибших сокращается, но происшествия на водных объектах, они происходят. Это и провалы техники под лед, это и люди у нас проваливались под лед. Вот, ну, все-таки в этом году количество происшествий несколько ниже, ну, вселяет определенный оптимизм. Но хотелось бы сказать, что наступает сейчас очень такой ответственный период, когда наступает очень интенсивно весна, погода неустойчивая, переменчивая. И в связи с этим хотелось бы предупредить всех граждан и судоводителей маломерных судов, которые уже очень интенсивно интересуются, можно ли им уже выходить на воду. Ну, о мерах безопасности на водоемах. То есть вот на это хотелось бы обратить внимание, особенно хотелось бы обратить внимание родителей в этот период, чтобы не снижали контроля за своими детьми тем, чем они занимаются в свободное время. Детей тянет к воде. В общем-то, были уже случаи, когда дети хотели покататься на льдиных вод. Вот недавно был такой случай, спасатели, поисково-спасательные службы Самарской области реагировали на это происшествие. Все закончилось благополучно. Но, тем не менее, контроль родителей за своими детьми, он должен сохраняться, чтобы не допустить выхода на оставшийся лед, неустойчивый лед, очень непрочный лед, который вот уже практически у нас на реке Волги в районе городского округа Самары практически Волга очистилась. Скоро очистятся и малые реки. Лед на малых реках уже непрочный, поэтому особенно необходимо следить за детьми. Особенно, мне хотелось бы сказать, на малые реки это районы, если, конечно, нас услышат жители наших районов Самарской области, чтобы не допускать выхода детей на лед, бесконтрольного. Скажите, пожалуйста, а вы реагируете только на такие звонки, когда уже видят бедствие, и люди сообщают об этом, или профилактические тоже какие-то рейды проводят, вот именно вот в это время, наступившего паводка практически уже? Понятно. Ну, мне хотелось бы сказать, что все-таки наша работа, она комплексная, и не только заключается в работе Государственной инспекции по маломерным судам. Мы работаем в тесной связке и взаимодействии со спасателями Самарской области. Они дежурят круглосуточно, ну, их представителей здесь нет, но мне хотелось бы сказать, что наши совместные мероприятия проходят в том числе вместе с ними и реагируем в некоторых случаях вместе с ними, если в этом есть необходимость. Но все-таки наша основная задача – это надзор и контроль за использованием маломерных судов на водных объектах Самарской области. Понятно. А вот в недавнее время появились такие суда на воздушных подушках, да, вот обращают горожане на них большое внимание, и часто слышу такой вопрос – с ними происходит что-то такое, наезды какие-то, может быть, травмы пассажиров, или они абсолютно безопасны. Хотя, наверное, сказать абсолютно безопасны нельзя ни о чем. Ну, так как это новое, всегда привлекает внимание, и люди задумываются. Вот даже просто вот на экскурсию съездят, а вдруг что-то случится вот на этой подушке, и она встанет посередине, и что мы будем делать? Ну, наверное, если что-то случится, наверное, спасательные службы, и те службы, которые отвечают за эксплуатацию судов на воздушные подушки, они отреагируют. Но мне хотелось бы сказать, что все-таки суда на воздушные подушки – это не новая техника, она достаточно уже длительное время в нашей стране используется, причем в различных структурах, когда-то это все начиналось в вооруженных силах, сейчас гражданские очень активно используют эту технику, и в частных руках сейчас она находится. Значит, мне хотелось бы сказать, что суда на воздушные подушки, которые используются на переправе Самара-Рождественная… Даже в Ширяево они стали ходить, по-моему. Да, с самарским пассажирским речным портом, все-таки эти суда нам не поднадзорны, они используются в коммерческих целях, и за ними наблюдает и следит за правильной их эксплуатацией другая организация. Кто хочет, тот пусть интересуется. Но те суда на воздушные подушки, которые используются в некоммерческих целях, нам поднадзорны, мы за ними наблюдаем. И техническое их состояние, и эксплуатационное, и соблюдение правил плавания этими судами – это уже в нашей компетенции. То есть те, которые используются в личных целях, так скажем. Вот. Ну, вы знаете, как и любая техника, при правильной эксплуатации, при грамотной правильной эксплуатации, я думаю, наша техника, именно бывшая советская или российская производство, она достаточно надежна. Но есть, конечно, случаи выхода из строя этой техники, но вот, знаете, таких серьезных каких-то аварий или катастроф судами на воздушные подушки, даже на территории нашей области, я не помню. Но происшествия с этими судами случаются. Были такие случаи. Вот два года назад судно на воздушные подушки с преследования из Самары в Рождествено совершило наезд на пешехода, который в неположенном месте самостоятельно переходил реку Волгу. Это закончилось трагически. Но это как раз те суда, которые поднадзорны российскому речному регистру, не нам. Но такие случаи бывают. А в чем заключается профилактическая работа сотрудников ГИМС в зимнее время и так далее? Ну, я уже сказал, что в зимнее время и в летнее, и в зимнее время мы осуществляем и надзорные мероприятия, в том числе это патрулирование, наблюдение с контрольных наблюдательных постов за обстановкой, которая на водных объектах, даже покрытых льдом, происходит, вместе со спасателями, внештатными работниками. Самара-освод у нас происходит часто мероприятие. Это, помните, такая организация, сейчас она называется «Восвод», подразделение в Самаре, это Самара-освод. Кроме этого, у нас очень, скажем так, насыщенные и часто проходят мероприятия в образовательных учреждениях, школах, техникумах, ну, реже, наверное, в детсадах. То есть это агитационно-пропагандистская работа. Вот выступление вместе с вами сейчас по телевидению, это тоже наша работа. А существует ли горячая линия или какой-то определенный номер, на который нужно в случае, в какой-то такой несчастном случае, звонить и сообщать? Что это может быть? Потому что это стрессовые ситуации, могут люди растеряться. Что делать? Мне хотелось бы сказать, что существует телефон 112, вот, 101. Вот хотелось бы обратить внимание на то, что официальный сайт, мы государственная инспекция по маломерным судам, которая подразделение находится в Самарской области, мы подчиненные подразделения главному управлению МЧС России по Самарской области. Официальный сайт данной организации, главного управления, он легко его найти. И на этом официальном сайте, вот, о чем вы спросили, находятся телефоны, в том числе и телефон, как вы сказали, горячей линии, и оперативные телефоны, по которым можно обратиться и забить в свой телефон. То есть вся необходимая информация, в том числе и в частности о нашей деятельности, там присутствует, вот я даже путь себе выписал, чтобы подсказать в эфире вашей передачи. То есть вся информация там есть. В экстремальной ситуации, конечно, необходимо действовать быстро, и мне хотелось бы сказать, что, конечно, телефон 112 присутствует, но, наверное, все-таки у нас широкий эфир, и нас многие граждане Самарской области смотрят. Мне хотелось бы обратить внимание на то, что существует определенная система. Это единые центры, которые принимают звонки от граждан и могут направить аварийные оперативные службы для реагирования. То есть в каждом городе, районе существует такое подразделение, которое в рамках вот этой своей работы принимает звонки от граждан, способно, поверьте, на 100% среагировать, направить необходимые силы и средства спасателей и аварийных служб к месту какого-либо происшествия. Сейчас предлагаю посмотреть сюжет о том, как сами сотрудники МЧС готовятся к таким операциям, и потом мы продолжим разговор. Помогите! Помогите! Сегодня на учениях утопающий одет в гидрокостюм и обвязан тросом. По легенде, он возвращался с рыбалки и провалился под лед. Спасатели реагируют молниеносно. Вставать в полный рост на тонкий лед опасно. Он может не выдержать. С начала марта спасатели вытащили из воды 9 человек. В районе 9-й просеки люди шли с той стороны, возвращались с рыбалки по той же тропе, по которой они прошли с утра, обратно они провалились под лед, сумели каким-то образом выбраться на лед, но лед был очень тонкий, приходилось только лежать. Они дождались нас, потому что спасатели не могли даже близко к ним подойти. Под ними тоже трещал лед. Спасательные отряды дежурят по всей области. Чаще всего ЧП происходит на Волге. Время реагирования на вызов – полторы минуты, но до места происшествия еще нужно добраться. Для этого служит транспорт на воздушных подушках. На счету каждая минута утопающий рискует получить обморожение. В большинстве случаев, говорят спасатели, люди оказываются в ледяной воде из-за собственной неосторожности. Весной эти тропы, которыми зимой люди ходят по Волге, становятся небезопасными. Сейчас лед гораздо тоньше, уже образуются трещины. Разломы появляются и от проходящих мимо судов на воздушных подушках. Температура воды сейчас около полутора градусов. Продержаться в ней провалившийся под лед человек может около 15-20 минут. На учениях навыки отрабатывают и водолазы. Задача – найти предмет на глубине 5 метров, захватить его и подготовить к подъему. На все дается 15 минут. Вытаскивать из-подо льда порой приходится и людей. Водолазы работают буквально на ощупь. Прозрачности нет, ничего не видим, работаем на ощупь. Проходим большой масштаб местности. Рельефы разные бывают, пруды копанные, глубины разные. Спасатели советуют жителям быть осторожнее и не выходить на лед. Но если все-таки беда случилась и человек упал в ледяную воду, главное – не нырнуть с головой. Самое важное – не терять самообладание. Не нужно впадать в панику, нужно снять с себя одежду, по возможности обувь, чтобы иметь возможность выйти на поверхность. Потому что мокрая одежда является дополнительным грузом. И тепло она никак не сохранит. Снять одежду – тогда есть шанс выбраться на поверхность самостоятельно или помочь даже облегчить спасателей. Еще несколько дней спасатели будут выходить на лед. Потом это станет опасно и для них самих. Чтобы помощь подоспела вовремя, следует звонить по телефону, указанному на экране. Да, дежурный. Телефон 112. Его очень легко запомнить. Несмотря на то, что все знают об опасности выхода на лед, из год в год мы видим картину вот этого черной точки рыбаков. Они сидят на льду и тут уже прямо проталены. Есть какая-то памятка общая, о чем нужно помнить? Или, может быть, появляются какие-то новые материалы, которые можно на себя одеть, которые в большей степени обезопасатся? Раз уж это существует как явление. И ничем это нельзя перебить. Мне хотелось бы сказать, что вот как раз при проведении надзорных мероприятий мы заранее готовим вот эти памятки о правилах поведения на водных объектах в зимний период. И общаясь именно в местах скопления рыбаков, в местах массового выхода на лед. У нас очень много любителей было вот этой зимой времяпрепровождения на правом и противоположном берегу реки Волги. Вот мы эти памятки как раз раздавали. Ну, мне хотелось бы сказать, что сейчас, наверное, уже вопрос этот не совсем актуален, но хотелось бы обратить внимание на то, что все-таки основные меры безопасности — это соблюдать осторожность. То есть все-таки понимать, что выход на лед, вот даже сейчас на прибрежный лед, чтобы там посмотреть на воду уже открытую, он опасен. Даже в зимний период неизвестна структура льда, когда он образуется в декабре, в январе. Она сверху покрыта, лед сверху покрыт снегом, и поэтому определить, насколько он прочен, это надо только сделать замеры, посмотрев структуру льда, что наши граждане на лыжах не делают. Они просто выходят на лыжах на этот лед. Вот. И очень часто бывает, я наблюдал, не как проваливаются, а уже следы от того, что происходит. Когда уже отработали спасатели, мы прибывали там, и вот эти вот места провалов под лед, это, ну, очень видно, даже находясь на лыжах. Так вот, хотелось бы сказать, что каждый для себя должен определить, вот, какие меры безопасности он готов предпринять в случае какой-то непредвиденной ситуации. И, соответственно, какая должна быть одежда, какого цвета она должна быть. Ведь наши рыбаки одеваются чаще, ну, в одежду темного цвета, что понятно для них с практической точки зрения. Но заметить, например, человека, провалившегося издалека, провалившегося под лед, где можно только, если на нем оранжевый жилет, либо какие-то полосы оранжевые, либо светоотражающие, это в темное время. То есть, поэтому те люди, которые любят отдыхать на природе, вообще должны заранее продумывать эти моменты и определять меры безопасности, которые они будут применять сами к себе для того, чтобы себя обезопасить до момента реагирования спасателей. Это уже индивидуальное дело каждого. Мы можем только рекомендовать, разъяснять, подсказывать, вот, пользуясь эфиром вашей передачи. Мне хотелось бы сказать, что вот сейчас уже поступают звонки от любителей эксплуатации маломерных судов. Уже сейчас они интересуются, можно ли им выходить на воду. Ну, мне хотелось бы сказать, что в соответствии с постановлением 10.86 Самарской губернской думы, эксплуатация маломерных судов разрешается с момента распыления льда. То есть с того момента, когда его не будет на воде, на реке. Но хотелось бы обратить внимание, что температура воздуха и воды сейчас, ну, воды чуть-чуть более, 2-3 градуса нуля. Воздух вот сейчас даже, наверное, минус один температура на улице. И, соответственно, если такой человек все-таки хочет выйти на воду, эксплуатировать свое любимое маломерное плавсредство, ему необходимо, прежде всего, подумать о мерах безопасности и иметь на борту своего судна те средства или тот комплект, который положен, который определен ему в судовом билете, который определен ему в соответствии с руководящими документами. А там имущество, в том числе и спасательные средства, это и спасательные жилеты, это спасательный круг, либо конец Александрова. И хотелось бы обратить внимание судоводителей. Ближайшие 2 месяца, вот апрель, май, ну, наверное, середина июня, когда температура воды уже будет достаточно теплой, рекомендовать их использовать спасательные жилеты. То есть быть в спасательных жилетах во время нахождения на водоеме, и он должен быть застегнут, то есть готов к использованию. Не рядом где-то лежит или где-то, как у нас любят судоводители, повесить его на спинку кресла, а именно надет на судоводители, надет на всех пассажирах, вот, и, соответственно, застегнут, то есть готов к использованию. В случае падения за борт это позволит спасти человеческую жизнь. Вот как в предыдущем сюжете говорили, человек, попав в холодную воду, его, скажем так, время пребывания безопасное, оно может быть в зависимости от состояния организма, от нескольких минут до нескольких десяток минут. Но спасательный жилет, он позволит находиться в воде достаточно длительный период, может быть, позволит даже самостоятельно выйти на берег. Да, что касается регистрации маломерных судов, то здесь произошли какие-то изменения. В чем они заключаются, к чему нужно быть готовым? И в связи с чем это происходит? Я понял, хотелось бы сказать, что вот я принес эти документы с собой, чтобы показать их, наверное, их не видно, но, тем не менее, эти документы достаточно объемные. Это административный регламент по оказанию государственной услуги по государственной регистрации маломерных судов, утвержденной приказом МЧС России, зарегистрированной Минюсти, и правила государственной регистрации маломерных судов тоже, утвержденной приказом МЧС России, зарегистрированной Минюсти. Ну, вы знаете, наверное, эфира нашей передачи не хватит рассказать обо всех изменениях, которые по сравнению с предыдущими правилами установлены вновь действующими. Ну, основные для владельцев. Ну, а основные, вот я готов. Ну, хотелось бы прежде всего сказать то, что сам принцип регистрации маломерных судов, подачи документов, перечень документов, он практически не изменился. То есть подаются, основные документы, которые подаются при регистрации, это документы, определяющие законность приобретения и владения данным имуществом. То есть это гражданин должен представить документы, что то маломерное судно, которое он хочет представить для государственной регистрации, он его приобрел в законном порядке. Это либо в торгующей организации, либо договор купли-продажи у другого гражданина. Ну, я не знаю, получил это имущество в наследство и так далее. То есть это те документы, которые, еще раз хочу подчеркнуть, определяют законность владения данным имуществом. Ну, далее это документы самого гражданина, оплаченная госпошлина, техническая документация. Вот это основной перечень, который представлялся и ранее. Он сохранился. Изменения касаются того, что выдается новый документ о праве собственности на судно. Это так называемый судовой билет. Если раньше это была небольшая серая книжица, такого карманного формата, сейчас судовой билет выдается стандартного формата А4 на одном листе. И информация на нем, вот на этом листе вся указывается. Хотелось бы судоводителей тех, которые будут вновь регистрировать свои суда, настроить на то, чтобы они это принимали нормально. И на виду с оригиналом судового билета они вправе получить заверенную копию, так как на судне во время его эксплуатации должен находиться обязательно судовой билет. Вот это существенное изменение. Хотелось бы сказать, что изменился порядок снятия с учета судов. Если ранее маломерные суда снимались по заявлению гражданина, то теперь маломерные суда снимаются по заявлению гражданина, но обязательно приложение тех документов, которые являются основанием для этого снятия. То есть это, например, договор купли-продажи. То есть гражданин продает кому-то свое судно. Либо это приведение судна в негодность, документы об утилизации, ну и так далее. То есть документы, которые подтверждают заявление гражданина о том, что ему необходимо снять это судно с учета. Вот это существенное изменение, потому что сейчас у нас это правило действовало приведущее достаточно длительный период времени. И сейчас вот в связи с этими изменениями некоторых это удивляет. Поэтому мне хотелось бы сказать, пожалуйста, кто хочет ознакомиться с этой информацией, более подробно направить их на сайт главного управления. Все документы, касающиеся регистрации, вот эти приказы об утверждении административного регламента и правила, там все есть. У нас, так как вы сказали, что уже ждут владельцы судов в момента выхода на водные объекты, к нам тоже стали приходить вопросы от телезрителей. Вот один из них. На какие виды водного транспорта не нужно иметь документов и сдавать на права, интересуются? Вот если коротко, у нас несколько минут остается. Если коротко, те, которые нам не поднадзорны, это уже вопрос других организаций. Вот на коротко абсолютно, не нужны права на весельные суда. На те суда весом до 200 килограмм не нужно. То есть вот так коротко. Можно ли вызвать сотрудника ГИМСа по заявлению гражданина? Вы работаете с заявлениями граждан и в каких случаях реагируете на такие обращения? Я понял, не совсем понятно, что имел гражданин в виду, но написав заявление, указав причину, именно место и время, в основном какая причина, что человек хотел бы, ну это уже находится в компетенции руководителя. Да, у нас есть случаи, когда, например, я хочу привести пример, на аварийные ситуации или на аварийное судно, да, у нас выезды есть. У меня надувная лодка с мотором, никто никогда не останавливал, документов нет. Они вообще нужны? Вы знаете, надувные лодки с мотором бывают достаточно большие, объемные, вместимостью и 10 человек, и 6. Поэтому, ну, если это одноместная надувная лодка с двигателем, например, 3 или 1,5 киловатта, на нее не нужно. А если это 50 лошадиных сил двигатель и вместимость 8 человек, да, нужно. Хочу купить для бизнеса летом водный мотоцикл. С чего начать, чтобы все было по правилам? Значит, хотелось бы данному гражданину ответить, что нам поднадзорны только лишь маломерные суда, используемые в некоммерческих целях. Все, что вот тот человек хочет использовать для бизнеса, это все, то есть в коммерческих, с целью извлечения выгоды, это все суда поднадзорные Российскому речному регистру. Пожалуйста, обращайтесь туда. Платятся ли налоги на маломерные суда? Да, но это вопрос все-таки к налоговой инспекции. К налоговой. Ну, вот у людей интересуют разные детали. И вот еще один интересный. Сейчас появились новые плавательные средства, где плавают стоя с веслом довольно далеко от берега. Есть ли к ним определенные требования, в частности, по безопасности? Вот я тоже, кстати, наблюдала таких. Вот абсолютная какая-то новинка. Вы знаете, я пока не могу сказать, какие новые средства каноэ с веслом, но это не новое. Это такая доска, и вот они действительно далеко-далеко от берега. Вот их видно, что они стоя передвигаются. Но там же и суда ходят маломерные тоже по этой траектории, наверное. Хотелось бы сказать, что все-таки напомнить правила пользования маломерными судами. Движение маломерных судов по судовому ходу запрещено. Или разрешено, но только в тех случаях, когда движение вне судового хода невозможно. То есть это когда весь судовой ход на всю ширину реки. Но у нас таких мест практически нет. Это все-таки, например, на реке Дон такое присутствует. А у нас все-таки движение по судовому ходу маломерных судов запрещено. Поэтому вот мера безопасности никогда не находиться на судовом ходу. Либо пересекать его под прямым углом, либо под углом близким к прямому, то есть по кратчайшей траектории. Но меры безопасности вот для таких любителей плавания, мне бы хотелось сказать, что в спасательном жилете. Потому что это на доске с веслом, стоя, порыв ветра, человек может оказаться в воде легко. Спасибо вам большое за то, что пришли, за эту важную полезную информацию. Будем надеяться, что все у нас пройдет хорошо и в этом году. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова